Всем привет! Вы на канале Будь Мужиком. Сегодня я покажу вам, как газовый котел монтировать точно нельзя. Значит, приехал я на адрес, смотрю на газовый котел и включаю его. Вроде бы все работает нормально, но люди меня просят сделать ему техническое обслуживание. Говорят, что он периодически свистит. Говорят, скорее всего, надо ему промыть теплообменник, потому что он шумит. Я говорю, а сколько же котлу вашему лет? Полтора года. Я думаю, ну за полтора года, чтобы он зарос накипи у нас в Одессе, это рановато. Я включил газовый котел, поэкспериментировал, повключал его на большой и малой мощности и услышал свист. Действительно, что-то странное в работе котла было, но что именно сказать сразу не мог, надо было диагностировать. Что я надиагностировал, сейчас я вам покажу, но звуки эти были точно не накипи, это не звуки, не стук, не закипание, то есть ничего такого, что могло бы означать, что в котле есть накипь. А все из-за того, что котел смонтирован неправильно. Ну что ж, друзья, поискал я, поискал и нашел, в чем же оказалась проблема. А проблема оказалась в следующем. Дымоход, который в данном котле коаксиальный, должен делаться следующим образом. Ставится коаксиальный уголок, в него вставляется потом какой-то горизонтальный участок трубы и котел работает. Через внутреннюю трубу этого коаксиального дымохода котел выбрасывает продукты сгорания, а через наружную котел засасывает воздух для горения. Что же происходит здесь? Здесь уголок просто приставлен к стене. Между уголком и стеной имеется щель, которая замазана силиконом. Вытаскиваю трубу коаксиального дымохода, и что же я обнаружил? Почему-то у людей котел не работает. Ну, котел я вам уже, наверное, показывать не буду. Труба очень легко вытащилась. Я думаю, что ж такое. В чем проблема? Поднимаемся с вами к дымоходу. Та-да! А шо ж тут может работать? Ё-моё! Это жесть! На силиконе ли? Это силикон! Это силикон! Во-первых, труба, которая находится внутри, намного длиннее, чем труба, которая находится снаружи. Значит, скорее всего, эту трубу туда просто приставили, даже особо туда не втыкали, хотя труба должна плотно входить в резиночку. Вот. Так как наружная труба короче, чем внутренняя, то внутренняя коснулась внутренней трубы, а наружная, наружная не коснулась. Таким образом, там образовалась щель. Эту щель и пытались залепить силиконом. Силиконом залеплена просто половина прохода для подсоса воздуха для горения. И таким образом, конечно же, котел будет работать плохо, потому что вместо того, чтобы зачерпнуть воздух, необходимое количество воздуха для горения, он зачерпывает очень мало его количества, из-за того, что труба вот просто наполовину перекрыта силиконом. Я разобрал коаксиальный дымоход, вставил плотно внутреннюю трубу, вставил плотно наружную трубу. И таким образом, получилась действительно герметичная камера сгорания. Все должно обязательно делаться плотно в коаксиальном дымоходе. Все трубы должны стыковаться плотно и входить в резинки. Никакого силикона там не должно быть, все должно вставляться одно в другое. Как только я все собрал, котел нормально заработал. Так что, друзья, вот такой вот удивительный случай. Какой-то, видимо, сантехник или я не знаю кто, предыдущий хозяин, наверное, квартиры, потому что люди живут в этом доме недавно. Скорее всего, пытался запустить котел и обмазал это все силиконом. Причем так обмазал, что просто половину прохода перегородил силиконом. Так что, вот такой вот интересный случай. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Всем пока и до новых встреч!